Привет, ребятки! С вами снова Господин Церковый Золожий. А сегодня я расскажу вам сказку Пикачок. Веселое название, не правда ли? Маленький барсучонок гонялся в парке за бабочкой и увидел, на дорожке валяется Пикачок. «Эй, кто Пикачок потерял?» громко закричал малыш. Он ведь хорошо знал, что чужое брать нельзя. Ну что надо, обязательно вернуть эту потерянную вещь хозяину. Зря ты, барсучонок, раскричался, сказал ему подъехавший на самокате лисенок. «Нашел Пикачок и помалкивай. Теперь этот Пикачок будет твой. Понял?» Но не послушал барсучонок лисенка и отправился все-таки искать хозяина. «Везет же глупцам!» промолвил вслед малышу лисенок и стал быстро шарить лапками при дорожной траве. «А вот и для него найдется Пикачок!» Повстречал барсучонок волчонка. «Ты чего прячешь?» «А это я Пикачок нашел. А давай меняться. Ты мне Пикачок, а я тебе гвоздь намагниченный!» Продолжил волчонок. Но барсучонок не захотел меняться, ведь монетка-то была не его. Тогда волчонок силой отнял Пикачок. Но малыш не струсил, храбро бросился на обидчика, повалил его на землю и стал тузить его кулаками-кулаками, приговоривая. «А да это чужие деньги! Их надо вернуть!» И неизвестно, чем бы дело кончилось. Но откуда ни возьмись, медвежонок с судейским свистком разнял он дрочинов и заставил волчонка вернуть Пикачок. Отправился малыш дальше. Шел он через мостик и уронил монетку в ручеек. «Вот беда! Вот беда! Что же тут поделаешь?» Бурсучонок горько заплакал. Выручили рыбки, которые плавали в ручье. Они нашли Пикачок и ловко бросили его прямо в руки малышу. Бурсучонок снова повеселел и зашагал дальше. Смотрит, на скамейке сидят два зайчонка и с удовольствием едят мороженое. Бельчата с медвежонком качаются на качелях и тоже с аппетитом уплетают мороженое. «Вкусно, наверное!» «Тебе какое мороженое? Сливочное или шоколадное?» — ласково спросила утка. Бурсучонок сжал в ладони чужой пятачок и убежал прочь. «Тетенька остановил Бурсучонок-рассамаху. Это не ваш пятачок?» Но та даже не взглянула в его сторону. «Извините, это не вы потеряли пять копеек?» Обратился Бурсучонок к важному гусаку. «Нет, малыш, я никогда ничего не теряю!» Пошел Бурсучонок дальше. Тут он увидел маленькую кошечку, которая горько-горько плакала. «Ты чего плачешь?» — спросил Бурсучонок. «Я деньги потеряла, пять копеек. Как теперь плыть? Не знаю». «Да вот он, твой пятачок! Я его нашел! На, бери!» Обрадовалась кошечка, взяла пятачок и счастливая поехала на трамвайчике домой. А Бурсучонок, довольный тем, что сделал доброе дело, долго махал ей вслед. Он знал, что он поступил правильно. Вот и сказочки конец.